здравствуйте дорогие друзья здравствуйте мои милые девочки вы буквально здравствуйте регулярно не пропуская ни одного занятия присутствуете учитесь я очень этому рада я очень вам за это благодарна сегодня тема эта тема уникальная эта тема которая касается каждую женщину это тема которой нельзя пренебрегать никому а женщине в особенности потому что именно женщина является хранительница очага той движущей силой которая направляет мужчину направляет его разум принимает участие в формировании идей и в принципе от разумности женщины и от ее силы зависит цель каждой семьи и что же нам делать когда в семью приходит горе так или иначе но периоды наши жизненные они всегда поменялись и будут меняться есть такая пословица которая пришла к нам с цивилизованного мира жизнь полоса черная полоса белая но это действительно так период когда мы чувствуем себя комфортно всегда рано или поздно будет меняться на тот период когда мы начинаем испытывать какие-то лишения и страдания и как важно иметь в руках инструменты которые нивелируют эти лишения которые нивелируют эти страдания и все страдания превращают проблемы которые можно и нужно решать алтарь это что-то необъяснимое и простому материалисту это не понять и в жизни каждой женщины и должен быть алтарь если мы говорим по поводу места его расположения я сейчас чуть попозже подробности расскажу в квартире но дело в том что не всегда случается так что у нас есть допс доступ к своему дому а что делать тем людям которые чьи дома разбомбили и возможно от их алтарей ничего не осталось такое тоже может быть алтарь должен быть собой всегда и этот алтарь он здесь но в первую очередь конечно же очень важно научиться набирать силу и находить себе места силы и первые силы первое наше место силы это наш дом алтарь благоприятно располагать в северо-восточной стороне дома то есть это комната который находится на северо-востоке вычислить это место несложно это там где восходит солнце и алтарь мы располагаем таким образом что иконы святые предметы изображение божеств располагаются к нам лицом то есть они когда мы смотрим на святых изображений святых личностей они смотрят на нас таким образом они повернуты северо-востоку но их энергия идет на нас именно оттуда на восточной стороне тоже можно располагать алтарь можно также располагать в центре дома как место которое называется брахмастан но дело в том что алтарь должен это такое место которое необходимо прятать от лишних глаз потому что может любой человек вам зайти иногда это рабочий который приходит починить например трубы такое тоже может быть алтарь должен быть спрятан когда женщина утверждается в той мысли что ей просто необходимо место силы дома она начинает к этому готовится готовится то есть это подобрать место подобрать столик на котором все будет стоять подобрать какие-то атрибуты но еще очень важное значение имеет это подбор времени установки алтаря я скажу вам сразу что самое благоприятное время для установки алтаря это на накшатра пушья воскресенье но такие совпадения бывают не так уж часто вот последнее я знаю было в мае месяце можно еще посмотреть конечно может быть и на это воскресенье тоже выпадет так но суть в том что желательно чтобы это была растущая луна и желательно мягкая нежная накшатра накшатра созвездия в которой хоть попадает луна с устойчивым характером то есть чтобы алтарь не пришлось переносить передвигать чтобы его не приходилось потом переделывать по нескольку раз или переезжать если вас все устраивает с устойчивым характером с мягким нежным характером легким быстрым например да ну и если мы устанавливаем алтарь допустим в такие в такое время когда луна проходит по созвездиям жестким с опасным с грозным характером но это созвездие подразумевает все таки духовной практики устанавливать можно надо сказать что это будет некоторые ну такие специфические алтари у кого-то кто-то использует алтарь для того чтобы молиться богу любить защищать кто-то использует алтарь для того чтобы поклоняться божествам поклоняться жестким божествам и просить их о тоже о защите об уничтожении есть люди чья судьба в принципе такова что они изгоняют духов что они борются с демоническими сущностями сами по себе они естественным образом должны быть очень сильны и алтарь который установлен в мягкое нежное время он им вряд ли подойдет и однозначно что для таких людей используется уже время соответствующее их роду занятий но мы сейчас говорим с вами о нашей женской силе поэтому выбирайте время такое благоприятное мягкое нежное устойчивое следите за энергиями дня если вы решите сделать алтарь обращайтесь пожалуйста я могу естественно выбрать время для этого итак мы выбрали время и мы заранее подготовили атрибуты это столик удобный чтобы к нему можно было подходить до ставить все что столик необходимо поставить таким образом чтобы он не вплотную прилагал прилегал к стене а где-то на 10 15 сантиметров подходил от стены чтобы шла там энергия столик можно накрывать белым допустим там на платком скатертью можно красным и все это должно регулярно меняться алтарь это не просто с места силы это самое чистое место должно быть ну и теперь перейдем к атрибутам алтарь это то место в котором должно присутствовать пять элементов это эфир это воздух это огонь это вода и земля если мы говорим про землю это не значит что обязательно там кусочки земли должны быть нет земля это все плотная ну допустим даже вот этот атрибут для свечи для того чтобы ставить сюда свечу это тоже земля пепел который будет оставаться после зажжения палочек это тоже будет земля таким образом сам по себе элемент земли будет присутствовать у нас эфир это молитвы это песни это наше прославление всевышнего это наши мысли с которыми мы обращаемся к нему это музыка и благоприятно если молитвы мантры ваших конфессий вашей религии будут звучать регулярно далее вот к эфиру и воздуху относятся также и воздух куда относятся ароматизированные палочки по поводу палочек я хочу сказать что есть палочки из искусственных материалов есть и здесь такие натуральные конечно же благоприятно выбирать натуральные но если нет такой возможности можно выбрать тот запах просто который вам подходит для палочки тоже должен быть атрибут в который мы используем чтобы пепел не падал на скатерть не пачкал ну вот у меня я привезла с индии также если нет такой возможности можно просто взять стакан пустой стакан насыпать туда рис и поставить эту палочку в рис можно поставить в землю насыпать земли чистого песка сейчас я расскажу вам значит дальше огонь у меня вот вот в такой штуке хранятся свечи и я эти запасы естественно у меня запас свечей гораздо больше свечи у меня разного цвета и я зажигают сейчас не взяла красную сегодня день марс подготовила вот я зажигаю обычно свечи по дням недели но это тоже не обязательно то есть разного цвета вот такую свечу допустим голубого цвета ее можно зажигать и в понедельник и она подходит и для меркурия и для венеры для луны и вот я ее ставлю вот в такой вот купила в монастыре вот такую штучку мне их несколько такой лепесток дальше ну уже не стала нести там чашечки я думаю что с этим не проблема вода это тоже тот элемент который должен присутствовать и чашечкой постоянная чашечка для алтаря тоже благоприятно то есть из посуды которую мы используем для алтаря из посуды которую мы предлагаем всевышнему мы ничего больше с этой посудой не делаем мы ее периодически чистим естественно моем но сами мы не пьем и не используем ни для людей ну и тем более для животных тоже не используем чашечку для воды наливаем воду каждый день я меняю вода которую я предлагаю богу да есть другая вода которую мы предлагаем предкам и эту воду она прям специально предлагается предкам ставится для предков но сначала она предварительно предлагается всевышнему а потом и уже конкретной целью а потом уже передается предкам такую воду даже нельзя пить ту которую мы ставим для предков для почитания рода эту воду нужно выливать ее не нужно отдавать животным а вот та вода которая ставится всевышнему предлагается всевышнему она у меня стоит и я ее периодически она освещается и я ее периодически наливаю допустим тот же термопод из которого потом все пьют либо в графин и и иногда выливаю в цветы вот далее вода по поводу воды в самом начале когда еще у меня не было возможности ну как то вот я просто брала фильтрованную воду и ставила ее но она вот на тот момент была максимально чистой для меня а сейчас у меня есть запас воды из реки ганга ну а потом через какое то время я просто привозила уже воду из монастыря например освещенную воду на крещение по поводу этой воды дело в том что капля святой воды освещает океан так говорится и поэтому даже маленькая бутылочка святой воды ее хватает на очень большое время мы берем воду допустим ту же фильтрованную естественно она не грязная не ржавая фильтрованную чистую воду и немножечко можем добавить туда каплю святой воды и уже эта вода у нас она освещена мы предлагаем ее всевышнему любую воду которую мы предлагаем всевышнего она после этого становится тоже освещенной перед установкой алтаря и вообще любое дело которое мы делаем которое мы начинаем делать нам необходимо прежде чем его начать кроме того что мы выбираем время обратиться ко ко всевышнему за благословением да мы обращаемся ну вот с просьбой на то чтобы наше дело которое мы хотим да сейчас отвечу чтобы наше дело которое мы хотим сейчас сделать оно получило благословение всевышнего и вот в ведической традиции ведической традиции есть такое правило в green обычном только которое дело которое мы начинаем обращаемся счет ганеши другой ягия любое поклонение мантр ганеши омгам ганапатайе намага омгам ганапатайе намага омгам ганапатайе намага 14 вот ягия то есть valuable мантры это Для того, чтобы наша консультация прошла благополучно для человека. Что касается тех божеств, икон, которые у нас находятся на алтаре. У меня есть иконы из православной церкви, есть иконы, которые мне матушка дарила, есть иконы, которые я покупала, там свинчане оставались. И в то же время у меня очень много божеств, и Шивы, и Лакшми, и Вишну, и Ганеши, и несколько. Но единственное, что по ведической традиции на алтаре должно стоять одно лишь божество, например, один Шива. У меня какое-то время стояло несколько статуэток Шивы, но потом я их распределила по разным местам. Я не знала тогда. Вот если у вас две Лакшми, мне лучше их поставить в разные места. Одну Лакшми на алтарь, одну Лакшми, например, в какое-то другое место, где, может быть, вы занимаетесь красотой. Ганеши, то же самое. Если у вас несколько фигурок, статуэток одного божества, их лучше распределить по разным местам. Из какого материала должна быть чашка? Из белого материала это фарфор, стекло. Вообще, та посуда, которую мы используем, она должна быть чистой, дорогой, богатой. Но это, знаете, к этому тоже не надо привязываться. Самое главное, что она новая и чистая. Если есть возможность использовать медную посуду, это тоже очень хорошо. Если нет такой возможности, используйте чистую, красивую, естественно, без сколов, без трещин, без всяких дефектов. Иногда бывают заводские какие-то дефекты. Вот постарайтесь этих дефектов избежать. Относитесь очень внимательно, трепетно. Потому что у Всевышнего должно быть все самое лучшее. Есть некоторые еще правила. Ну вот вообще по поводу освещения пищи тоже хочется вам сказать. Когда мы готовим еду, мы еду не пробуем. Не пробуем в процессе готовки. И первое, что мы делаем после того, как мы сварили суп, например. Сейчас речь идет о блюдах, в которых нет продуктов насилия. Там сделали рис. Мы кладем тоже в отдельную посуду, которую также используем только для этих целей. Небольшое количество. И тоже ставим ее на алтарь. Предлагаем Всевышнего для освещения. Вот тут еще такая, смотрите, история. Можно же ведь сказать там мантры, при помощи которой освещается пища. Но на самом деле наше само искреннее желание и обращение к Всевышнему. Господь, прими, пожалуйста, эту пищу, благослови, освяти ее. Даже вот само это такое намерение, оно уже делает эту пищу освещенной чистой. И потом мы ее берем и отправляем в общее блюдо. И таким образом пища, которую мы приготовили для семьи, она тоже становится освещенной. Но она должна какое-то время постоять. Минут пять, например. Должна постоять на алтаре. Вот таким образом мы организовываем алтарь. На алтаре не должно быть ничего лишнего. Мы делаем туда подношения, цветы. Алтарь – это красивое место. Фрукты. Вот, допустим, принесла фрукты, помыла, поставила на алтарь. Так с радостью, с любовью. Через какое-то время отдала эти фрукты детям. Поставила на стол, в общую вазу положили. Цветы – это то, что очень любят боги. И для каждого дня тоже существует определенное подношение. Например, солнце любит что-то такое золотое, оранжевое. И мы… апельсин, например. Я вот… Ага, сегодня воскресенье. У меня апельсины как раз. Я беру апельсин, ставлю всевышним. Так получается. В Венере я покупаю цветы. У меня в цветочном уже не удивляются. Потому что я их прошу, не надо мне никаких там пышных вот этих вот оформлений. На это очень много времени уходит. Выбираю самые свежие цветы, несколько цветочков. И уже в цветочном не удивляются. Просто, ага, знают, мне не надо заворачивать, не надо оформлять, не надо никаких пышных бантов. И эти цветы я ставлю. Сейчас у меня растут цветы в огороде. Есть такая возможность. И эти цветы тоже предлагать всевышнему. Иногда не получается сделать это физически. Это можно делать мысленно. То, что ты желаешь, чтобы хотелось бы, чтобы у тебя было на алтаре, стояло для Всевышнего. Ты это просто визуализируешь и как бы мысленно ставишь. Это тоже определенная практика. И женщинам нужно пользоваться этой практикой. Итак, если у вас есть по поводу алтаря вопросы, давайте я на них отвечу. Если нет, пойдем дальше. Вроде бы вопросов нету, да? Хорошо. И давайте еще несколько слов скажу. Вот сейчас пришло на ум. Возможно, это кому-то понадобится. Ситуации бывают разные, абсолютно разные. Иногда у нас просто нет возможности, ну, физической возможности. Может быть, мы живем у кого-то в чужом доме. Может быть, люди, с которыми мы живем, они к этому отрицательно относятся. Ну, я не знаю. Всякие бывают варианты, всякие. И я вот пример, допустим, приведу. У меня была девочка, которая жила со свекром, со свекровью. Они не просто, несмотря на то, что это дом супруга был, но у нас в Казахстане родители играют большую роль, и они как бы на первом месте уважение к родителям. Это очень важно. И вот у нее такая ситуация, что даже книги, которые она, например, покупала, читала какие-то книги, которые внушали страх сами родителям мусульмане, и книги как вот эзотерического характера, там, ну, Зеланды, например, еще что-то, она очень активно интересовалась различными духовными практиками. Они внушали страх ее родителям, ну, родителям мужа, ее родителям тоже. И они их там рвали. Бывало так, что они у нее их забирали. Она уважительно относилась к родителям, но она говорит, что мне делать? И не показывает, зачем пугать людей. Не надо. Это твое место, это твоя тайна, это твои личные отношения, в которые никто не имеет права лезть. И алтарь поставить ей в своей комнате, это, конечно, было бы что-то такое. Я хочу сказать, что отношение родителей очень сильно поменялось. После того, как она начала меняться, алтарь у нее появился. И она так вот схитрила, она выделила место для алтаря в шкафу. То есть открывает шкаф, где лежат ее вещи, и одну полку она как раз освободила для алтаря. Естественно, свечи туда не поставишь. Она их зажигала во время молитвы в ранние утренние часы. Не в полке она жгла. Но вот это было время, когда родители не заходили все-таки. На самом деле, где молиться, найти место можно всегда. В идеале жить с молитвой в душе регулярно и все время. В идеале, когда ты просыпаешься, у тебя закрыты глаза, а ты уже обращаешься к Господу с благодарностью за то, что ты проснулся, за то, что была такая чудесная ночь. Ставишь ноги и уже благодаришь Всевышнего за то, что ты двигаешься, за то, что ты можешь поставить ноги. Идешь, очищаешься, какие-то очистительные практики. Свои конфессии. Это очень благоприятно. Если нету какой-то определенной религии, нету каких-то практик, где сердце вот прям вот-вот-вот вибрирует, пользуйтесь мантрами, потому что они универсальны. Они не принадлежат никому конкретно, они принадлежат всему миру. И, допустим, мантра Харе Кришна – это мантра универсальная, которая дана нам, людям, в Кали-югу, в наше время, для того, чтобы мы могли почувствовать Бога. И когда ты не определился, у тебя нет духовного наставника, у тебя нет молитвы, у тебя нет мантры, даже без посвящения, без благословения употреблять эту мантру очень хорошо. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Ари, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Ари. Быстро проговаривая, это очень благоприятно, это очень быстро приводит к Богу. И нужно сказать, что когда читаешь эту мантру, день проходит абсолютно под каким-то другом ключе. Есть практики такого характера, когда ты идешь, допустим, по улице, там, я не знаю, по набережной, с покупками, и обращая внимание на все машины, которые мимо тебя проезжают, на людей, которые мимо тебя проходят, и они при этом очень озабочены, хмурые. Мы вспоминаем про наш алтарь, который вроде бы стоит дома, но тем не менее он с нами, здесь, внутри нас. Это наша женская сила, и мы можем изменить немножечко этот мир, отдав, послужить ему, отдав ему какую-то часть нашей любви, доброты и начинать желать счастья. Вы знаете, когда у меня у Джвала Ниламани, мой наставник по Айурведе, дал мантру Тханвантари, это доктор, да, он вот с этой мантрой я как бы ходила и посылала исцеляющие. И это шло все само по себе, и, ну, как бы исцеляющие лучи во время пандемии нашему городу. И когда я говорила, потом делилась, рассказывала о том, что я чувствовала, вот тогда у Джвала сказал, а он везде, он буквально везде, он в каждой клеточке, не только в нашей, он в каждой клеточке проходящего человека, он в каждом атоме, проезжающей мимо машины, он везде. И у меня как раз и появилось это самое ощущение, что не только здесь, вот буквально в каждом стало видеть Бога. Это очень примечательно. Такие моменты, они с нами случаются, и чем больше мы контактируем, тем случаются они чаще, иногда они пропадают, иногда все происходит просто на автомате, и этого тоже не нужно бояться. Это тоже нормально, потому что энергия, она поднимается, достигает своего пика, наполняет, и потом она снова опускается. Просто нужно шаг за шагом делать те действия, о которых я вам сейчас рассказала. Цветы, которые убираем на следующий день, куда девать. У меня цветы стоят до тех пор, пока они не завянут. Я убираю, например, подвядшие, ставлю, обновляю, а тот букет, который уже приходит в негодность, я убираю и отправляю на улицу. Их можно сжигать, например, сын выносит. Ну, куда их еще девать? То есть складировать, оставлять? Нет. В прошлом году я собирала вот эти вот чернобривцы, называется в Украине, я собирала бархатцы, и в этом году я их сажала. Вот. Так что, что еще, какой опыт был. Один раз у меня роза дала корни, но, к сожалению, я уехала. Хотела посадить после приезда, но ее засушили. Можно порезать, можно собрать сухие цветы. Дочке долго сухие цветы, она их прям вот собирала розы, такие красивые бутоны, они вот высохли, и так красиво, как украшения. Еще что я делала? Я эти розы, сами лепестки, я устилала цветы, комнатные цветы вот у меня растут, и я застилала этими лепестками сухими. Ну, то есть, как бы и красиво смотрится, и в то же время влагу сохраняет. Ну, вот как-то это все автоматически пошло само по себе. Их можно выкидывать. Розы, цветы, понимаете, их дхарма. У каждого предмета есть своя дхарма, свое предназначение. И бывает так, что, я помню, от кого-то слышала розы, не носили, срезать цветы, как это можно. Нет, это их дхарма. Нет, я не думаю, что там грех. Не думаю, ну, правда. Но что с ними случится? Они уже отслужили свое, и они отправляются как бы туда, куда хотите, можете закопать. Например, у меня нет по этому поводу никаких противоречий, если честно. Вот. Они уже отслужили свое. Закапывается, допустим, если посуда пришла в негодность, она закапывается. Ну, с цветами вот регулярно. Ну, можно, конечно, да, если, допустим, заморочиться уж так сильно. Но, знаете, на самом деле, вот эта вот педантичность, она свойственна, конечно, некоторым знаком зодиака, да. В этом нет ничего плохого, и вот им нужно знать каждый шаг. У меня нету этого, и я не привязываюсь потом. Ну, я не буду плакать по поводу розы, куда она дальше пошла. У нас мальчик один, у студентки тоже есть Ахмед. И вот он так рыдал, так рыдал, когда увидел розы, которые, видимо, кому-то очень много подарили букетов, а они, может быть, не были нужны, их всех выставили на помойку. И он увидел эти розы, и он так сильно плакал. И мы его, мама его очень долго успокаивала. А потом я ему еще рассказывала, что они просто отслужили, свою, и убиваться по ним нету никакого смысла. Поэтому, если вдруг, смотрите, если вдруг это приносит какой-то дискомфорт, сделайте так, чтобы это не приносило вам дискомфорта. Тогда организуйте похороны розы, похороны цветов, ну, так, как вам кажется, будет лучше. Не привязывайтесь. Мы не сможем предусмотреть абсолютно все. Смысл алтаря не привязываться к нему вот до такой степени, что это, да, вот, это опять новая привязка. Она тоже ни к чему хорошему не приведет. Смысл алтаря в том, чтобы в этом месте служить Всевышнему и наполняться силой. Ой, да вы что? Совсем звук пропал? А на каком? На каком месте? Хорошо. Нет, Ладушка, да, мне пишут, что не пропал. Вот, ну, а теперь, если вопросов нет больше, давайте я поделюсь с вами сокровенными вещами. И я так чувствую, и я это практикую достаточно уже долго, не один год. У нас есть близкие люди, у нас есть дети, мужья, родители, сестры, братья, при воспоминании которых мы, которые, может быть, рядом с нами не живут, а может быть, живут. Но когда мы о них думаем, мысли о них приносят нам боль. Особенно сейчас это стало очень актуально, потому что многие начали жить в таком глубоком страхе за своих близких. И это понятно, это нормально. Когда жизнью угрожает опасность, страх – это естественное чувство. и как может женщина помочь, и как женщина может изменить ситуацию. Большая ошибка думать, что мы никак не можем повлиять. Это неправда. В древние времена, я знаю, были такие женщины, которые выходили между двумя армиями, и знак, когда женщина бросала белый платок, говорил о том, что ни один воин ни с той, ни с той стороны просто уже не мог пустить стрелу и отправить смертельное оружие в сторону врага. Сейчас в эпоху Кали-юги такого уважения к женщине уже нет. Но, тем не менее, наша сила, она никуда не девалась, она с нами, надо ей пользоваться, и нужно пользоваться ею разумно. Если вдруг с вашим близким случилось несчастье, молитесь за него каждый день. Молитесь за него с твердой уверенностью, в том, что, во-первых, все к лучшему, а во-вторых, с ним ничего плохого не произойдет. Если молиться со страхом, ну, например, ушел на войну, забрали на войну, молиться, Господи, Господи, помоги, пожалуйста, пусть он останется живым, пусть он вернется домой, ну, пожалуйста, пожалуйста, помоги, помоги, пусть он вернется. Знаете, он вернется. Мы можем даже добавить, пусть он вернется целым и невредимым, пусть он вернется целым и невредимым. Но с какими чертами характера он вернется, с какими качествами он вернется и будет ли его возвращение таким радостным, когда мы вот именно с такой жадностью, с такой силой просили у Бога. Женщина должна быть достойной, женщина должна понимать, что она обращается ко Всевышнему и что она вкладывает. Необходимо обращаться и просить все для развития, не для деградации, для развития с этим посылом. Необходимо быть твердо уверенным, что все, о чем мы просим, все обязательно исполнится. Я когда-то прочитала молитву, нашла ее, и сейчас я хочу с вами ею поделиться. И также хочу сказать, что это не молитва вот в таком вот от А до Я. Вы можете добавлять туда что-то свое, вы можете менять слова местами и так далее. И сейчас, когда я обращаюсь ко Всевышнему с этой молитвой, я не говорю вот сейчас как пойдет, понимаете. Наш разговор, он должен быть искренним. Когда мы что-то заучиваем и говорим одно и то же, говорим, говорим, но там пропадает искренность. И о Богу нужно именно это. Я не один раз слышала, что Богу маленькая свечка или просто искренняя молитва, которую шепчет нищий где-нибудь в грязном углу, она ему гораздо дороже, чем все эти бышные канделябры и атрибуты. И самое главное – это наша искренность, то, с чем мы обращаемся. Когда я начинаю эту молитву, я обращаюсь и к святым, и к Богу. И я говорю то, что мне приходит. Возможно, сам Всевышний, я думаю, так дает, чтобы я обращалась как раз к тем, кто в этот момент рядом и кто может помочь. Я делюсь с вами своим сокровенным. Господь всемогущий, ангелы-хранители, архангел Михаил, дурга, святые, прошу вас благословения. Я прошу вас, помогите, пожалуйста, защитите моих детей. Защитите моего сына, дочку, защитите моего мужа, брата, зятя. Защитите их от злобы и зависти людской, от гнева, от ненависти. Защитите их от произвола властей. Защитите их от болезней напрасных, от укусов аспидов земных. Защитите их, Господь всемогущий. Защити их в школе, доме, на дороге, на пороге, во всех местах и владениях твоих. Защитите рулем автомобиля, защитите на небе, под землей, на земле, везде, во всех местах. Защитите их, Господь, защитите их от злобы и зависти людской. Защитите от мысли дурной, защитите от пули. Пошли им, Господи, разума, пошли им веры в Тебя, пошли им духовного развития, пошли им силы, достоинства, пошли им, Господь, доброты и любви. Я прошу Тебя, Господь, спаси, сохрани и помилуй моих детей, моего мужа. Спаси, сохрани и помилуй всех людей этого мира. Господь, пусть каждый голодный будет сейчас накормлен. Пусть каждый, кто жаждет, получит от Тебя глоток воды. Пусть каждый, кто обращается к Тебе с молитвой, получит сейчас Твое благословение. Благослови, Господи. Пусть мир настанет на земле. Спаси, сохрани и помилуй. Аминь. И молитва у меня каждый день разная. Но приблизительно вот таким образом я обращаюсь ко Всевышнему и вкладываю всю силу и сердце, и прошу защитить. И вот сейчас пошло то, что пошло. Иногда эта молитва, она очень длинная. Я говорю все, что приходит, все свои насущные просьбы. Иногда она бывает очень короткая. И на самом деле, на самом деле, ну, наше намерение, наш посыл играет большую роль. Если есть у вас вопросы, прошу, обращайтесь. Я отвечу. Если нет, тогда встретимся с вами через какое-то время на практике. Марина, подскажите, пожалуйста, запись этого эфира, она будет, да? А я не знаю, я ее записываю или нет, если честно. А, записываю, да, да, да. Этого будет, да. А практики не будет, да? Практика, которая будет через 10 минут, не будет. Это очень и очень сокровенно, это очень сакрально. И в этой практике будет глубокий смысл, который выставлять на всеобщее обозрение, я думаю, не стоит. А что-то, Марин, будет длиться? Ну, минут 20-30, может быть. Спасибо большое. Практика – это такая штука, да, практика – это такая штука, которую нужно запланировать и на определенное время. Это как-то… У нас круги, на которые, допустим, собирались, мы приходим на час, а иногда они длятся по три часа. Бывало и такое у нас. Нужно прийти, уйти, ссылка есть. Ну, если вопросов нету или есть все-таки? Есть благодарность за то, что вы поделились самым сокровенным. Просто до слез, как вы это прочли, эту молитву. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам всего, что вот вы пожелали всем своим близким. Оно обязательно сбудется, потому что вы до такой степени это сделали сильно, что поэтому, наверное, сейчас такая тишина и просто действительно… Я прошу вас это делать каждый день. Вы знаете, 2-3 года назад, в 2019 году, по-моему, у нас в реке погибла вся рыба. Ну, вы представляете, что такое, когда полностью река усилена вот этими брюшками, да, полностью. Там нету даже вот сантиметра рыбы на рыбе. Вот ее потравили. Это была зима, а потом, когда стало тепло, естественным образом это все. Мы работали с девочками, собирались, работали по очищению реки. Сейчас потом стало очень много рыбы. Действительно, видимо, иногда нужно разрушить полностью то, что есть, чтобы появилось что-то новое. Да, так происходит. Я уверена, что та сила, которую мы вкладывали в наши молитвы, она тоже приняла участие в очищении. Надо это делать. Надо это просто делать. И неважно, это твой ребенок или не твой. Ну, хорошо, я вас благодарю и жду на практику. Сейчас 7 минут у нас осталось. Мне нужно будет настроиться. До встречи. Приходите. До встречи. До встречи.